Теперь дальше. Дальше у нас интерференция. И, как я уже говорил, к началу квантовой механики люди знали, что свет интерферирует. То есть интерференция света не была новинкой. Эксперименты по интерференции света проводились. Но после того, как люди поняли, что свет это еще к тому же не только волна, но еще и частица, они подумали, так может быть частицы это еще и волны. И вот здесь они решили провести эксперимент интерференции электронов. Например, электроны это частицы. Они взяли и их начали пропускать через две щели и смотреть, будут ли они интерферировать сами с собой или нет. И оказалось, что электроны интерферируют сами с собой. Соответственно, оказалось, что для частиц характерны волновые свойства. То есть это следующий шаг, который пришлось сделать. И это тоже довольно необычно. Соответственно, если у частиц есть волновые свойства, значит у частиц есть длина волны и частота. То есть длина волны и какая-то частота. И Луи Доброли придумал взаимосвязь между длиной волны, частотой, массой, всеми штуками. Я здесь напишу его имя. Вы прогуглите и посмотрите, что это за взаимосвязь. Помните, что в формулах иногда используют P. Это импульс. Масса умножить на скорость. Скорость и частота это разные вещи. Скорость и частота это не одно и то же. Просто буквы похожи. Да, то есть мы пришли к тому, что частицы обладают волновыми свойствами. Задание к этому видео. Вам нужно посмотреть в целом на эксперимент интерференции. И понять, что происходит. Что происходит с интерференцией, если мы частоту, не важно чего, света или частицы увеличиваем, что происходит с интерференционными линиями. Становятся они, расстояние между ними увеличивается, уменьшается или почему. Второе. Что происходит с интерференционными линиями, если мы расстояние между источниками света, то есть расстояние между щелями, через которые летит свет. Вот у вас здесь одна щель, здесь вторая щель. Если мы вот это расстояние увеличим, что произойдет с интерференционной картиной на экране? Опять, увеличится это расстояние между линиями, уменьшится. Почему и как? Да. Пожалуйста, сделайте это задание. Помните, кстати, что частота и длина волны связаны практически так жестко друг с другом, что одна практически говорит о другой. Чем больше частота, тем меньше длина волны, наоборот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!